Ай-Ти-Ви Глоубал Интертеймент и Лукаут Пойнт представляют Глен Блэкхолл, Рут Брэдли, Драгаш Букур, Дэвид Колдор, Стивен Кэмпбелл Мур, Джена Луиза Коулман, Мария Дойл Кеннеди, Дэвид Айзнер, Селия Имри и другие. Титаник Осада Сидней Стрит, Лондон, январь 1911 год. Мистер Черчилль, мы обнаружили тела от двух из них, Сварса и Соколова. Что с остальными? Мне нужен главарь. Питер Питков? Именно. Автор сценария Джулиан Феллоус. Питер художник, главный убийца полицейских. Продюсеры Найджел Стаффорд-Кларк и Крис Томпсон. Где он? Ни единого признака. Режиссер Джон Джоунс. Мы даже не уверены, что он был в том доме. Кое-кто говорит, что видел его, но мы в этом не уверены. Он точно был там, и я требую его найти. Ради этого я вывел армию на улицы Лондона. Парламент захочет моей крови. Если в результате я ему предъявлю пару жалких сообщников, мне плевать, сколько времени или средств на это понадобится. Главное, чтобы его нашли. Главное, чтобы его не было. 40 тысяч яиц. Да, сэр. Сауд-Гэмптон, среда, 10 апреля 1912 года. 3,5 тысячи головок лука. Да, сэр. Мне плевать, что он твой брат. Будь он хоть дядя, хоть фея крёстная. Этот человек не поднимется на борт этого судна. Ты меня понял? Питман, идите-ка сюда. Лоу. В чём проблема? У меня есть брат, сэр. Я плыву в Нью-Йорк, и надеялся, что он сможет поехать со мной. Мы бы попытались начать новую жизнь в Америке. Что значит поехать с вами? Я слышал, вам нужен стюарт. Мой брат отличный стюарт. Нам действительно нужен стюарт? У нас действительно уволился один стюарт. Том Ричард со столовой первого класса. Хотя не представляю, как этот мог знать. Вы же не отправитесь в плавание с недостатком обслуги в первом классе. Но он же итальянец, сэр. А все итальянские официанты в ресторане мистера Гатти. В первом классе только англичане и ирландцы. Это не закон. Если Ричард съявится со стоящим оправданием, твой брат сэддиот. Конечно, сэр. Что ж, он принят. Как его зовут? Паоло Сандрини, сэр. Спасибо. Паоло? Спасибо, сэр. Хорошо, хорошо. Поднимайтесь на борт. На этом корабле предпочитают недосчитаться кочегара, чем стюарды из первого класса. Кто он, по-вашему? Похож на бродячего проповедника. Питер Лобов, пройдите через следующий вход. Это для второго класса. Извините, пермессо. Простите. Думаешь, этот Ричардс объявится? Это невозможно. Почему ты так уверен? Это невозможно. Перестань бояться. Вчера, когда я оставил тебя, я отправился в паб, где собиралась команда. Первым из стюардов явился он. Ты напоила его? Еще как. Он сможет снова ходить не раньше, чем мы достигнем середины Атлантики. Он не простит тебе обмана во время первого уплавания Титаника. Переживет. Когда будешь готов, доложись главному стюарду, хорошо? Я знаю, что делать. Предъявите свои билеты, сэр. Только что были здесь. Давайте не будем. Пусть остаются. Подождите минуту, сэр. Я хочу пить, мам. Подожди немного, дорогая. Мы что-нибудь поищем. Я сейчас хочу пить. Я возьму ее. Идем. Простите? Мне это не нравится. Что тебе не нравится? Мне не нравится, что там много воды. Тереза, дорогая, я бы беспокоился, если бы ее оказалось мало. А теперь давай раздобудем бутылочку шипучки. Вот так. Первый раз плывешь в Нью-Йорк? Нет. Я уже давно работаю на судах Уайтстер. И тебе никогда не хотелось остаться там? Ты об этом мечтаешь? Жить в Америке? Ну, скажем так, мне не довелось бы пить из такого бокала. Останься я в Европе. Думаешь, все в Америке едят с фарфора, пьют из хрусталя? А почему нет? Сандрини, позвольте спросить, почему вы все еще не одеты? Форма немного не по размеру. А он хотел выглядеть прилично перед пассажирами. Спасибо. Мне пора. Мы еще увидимся? Может быть. После обеда. Я буду в столовой для слуг. Если ничего не случится. Я не знаю, как тебя зовут. Если мне придется тебя искать, должен же я знать твое имя. Я никуда не денусь. Во всяком случае, не дальше судна. Энни. Энни Десмонт. Павло Сандрини. Так мы увидимся позже? Боишь, ты ни с кем не увидишься, если не приступишь к работе. Тебе не кажется, что мы должны были остаться и попытаться что-то изменить? Я уже достаточно пытался. Значит, ты сдаешься. Мне плевать, если кто-то об этом узнает. Пусть, наконец, угнетенные почувствуют на себе удары холыста своих хозяев. А я отправляюсь в новый мир и больше не вернусь сюда. Вы уронили. Ты не хочешь сказать спасибо? Спасибо. Это Питер Лобов, моя жена Мэри. Миссис Мелони. Ну что ж. Это на тебя не похоже. Что с тобой? Ничего. Прости, я не смог выбраться. Получил нагоняй от главного стюарда. И пришлось убраться в каждом посудном шкафу на этом корабле. А за что нагоняй? За все ничего. Что ж. Я ждала тебя, как и обещала. Ну а теперь мне пора идти. Еще рано. У нас еще есть время прогуляться. Совсем не рано, а у меня нет лишнего времени. Ты куда? Помогу дамам из второго класса. А сами они не могут? Надеюсь, что нет. Иначе я останусь без работы. Можно пойти с тобой? Куда? В их каюты? Да нет, я просто провожу тебя туда. Например, через шлюпочную палубу. Как со шлюпочной палубы попасть во второй класс? Весьма интересным способом. Продолжение следует... В одиночку путешествуете? Даже если и так. Я просто пытаюсь завязать разговор. Дэвид Эванс, я тоже один. Тот, кто путешествует быстро, кто путешествует в одиночку. А мне показалось, что мы движемся с той же скоростью, что и остальные. Чем занимаетесь? Чем придется? Я служил в армии, в шотландской гвардии. Пока не получил полю и поцелуя на прощание. Правда, мне положили хорошее содержание, так что жаловаться мне не на что. Почему вы разглядывали меня? Разве? Ваше лицо показалось мне знакомым. Только и всего. Нет. Мы с вами не знакомы. Не знакомы. Мне пора. Я не могу находиться в первом классе. Ты плохо на меня влияешь. Ты не можешь пойти со мной. Я попытаюсь. Пора возвращаться в койоту. То тебе не кажется, что мы довольны уже гуляли? Пытаюсь уговорить ее по-хорошему. Вам помочь, мадам? Я справлюсь, спасибо. Холодает. Пора вернуться в каюту. Мне можно пройти? Только с разрешения офицера, мисс. Мне нужно во второй класс. Тогда вам нечего было делать в первом классе. Прошу вас, я могу опоздать. Надо было раньше об этом думать, мисс. Первый класс. Второй. Ты сам-то к какому принадлежишь? Неужели в тебе нет чувства солидарности? Только на первый раз. Впредь не делайте этого. Вам приготовить постель, мэм? Войдите. Она не хотела показаться грубой. Видела бы ты ее лицо, когда он приглашал нас на чай. Как будто мы ее по лицу ударили. Можете помочь? Ты преувеличиваешь. Нисколько. Почему ты согласился присутствовать на англиканской службе? Ну, конечно, лорд Ментон. С удовольствием, лорд Ментон. Мне казалось, это будет интересно. И колье. Застежка тугая. Надо нажать сильнее. Спасибо. Кем она вообще себя возомнила? Графиня. И, в общем-то, она права. Вам приготовить постель? Да, пожалуйста. Воскресенье, 14 апреля 1912 года. Господь всемогущий во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Я не против немного размять ноги. Только не я. Иду за новой дозой религии. На этот раз англиканской. Зачем? Служба проводится в первом классе. Мне любопытно. А вам? Я тянул провода на этом судне. Мне знаком здесь каждый уголок. Не стану портить вам приключения. Вот именно. Я всегда готов к новым приключениям. Что ему было нужно? Сказал, что идет на англиканскую службу. Хотя мне он не показался таким уж набожным. Люди полны сюрпризов. Говорит, хочет посмотреть. Я бы тоже пошла. Зачем? Это возможность взглянуть на первый глаз. Бог тебя покарает. Сомневаюсь, что ему вообще есть дело до моего любопытства. А если он свято хранит Ветхий Завет? Придется рискнуть. Ну, что ж, иди. А вы все останетесь с папочкой. Субтитры сделал DimaTorzok. Не бойтесь силы своих чувств. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. 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 Могу посмотреть, если вы не против. Наверное, вам понадобится это. И фонарь. Я и так прекрасно вижу. Нет. Подойдите к свету в углу. Не вижу, в чем проблема. Ключ поворачивается свободно. Странно, а раньше застревал. Где-то у меня был шестипинцевик. Оставьте его себе. Что ты здесь делаешь? Я видел, как ты спускалась. И пришел бы раньше. Только вот моряк не пускал меня. Что происходит? Ты о чем? Шкатулка не была сломана, когда ты забирала ее сейф. Ты следил за мной? Какая разница? Не понимаю, о чем ты говоришь. Послушай, если у тебя какие-то проблемы, я попытаюсь тебе помочь. Но я не смогу ничего сделать до тех пор, пока ты мне не расскажешь. Ну, давай. Неужели же все плохо? Еще хуже. Я говорила, что мой отец при смерти. А теперь без его грошей у нас не осталось денег ни на врачей, ни на еду, ни на существование. Ни на что. И что ты сделала? Взяла брошь. Маленькую, которую она не носила и не заметила бы ее пропажи. Сколько раз ты выговаривала мне за несоблюдение правил? Значит, вы ее нашли? Да, да, спасибо. Она поступила неразумно. У мисс Уотсон всего лишь приступ морской болезни. Что ж, могу только посочувствовать. Это пройдет. Но я так и не понял, почему ты пришла сюда. Я хотела, чтобы кто-нибудь взял шкатулку и попытался у всех на виду ее открыть куском проволоки. Тогда я могла бы свалить всю вину на него, если бы ее светлость заметила. И ты бы отправила невинного человека за решетку? Нет, конечно. Но о пропаже бы узнали только по приезде в Лондон, а тогда... Нельзя быть ни в чем уверенным. Где она сейчас? В моем чемодане. В камере хранения. Что? Я думала, если ее светлость заметит пропажу, мою каюту будут обыскивать. Но там ничего не найдут. И все подозрения все равно упали бы на бедняную. Нет. Ладно, ладно, успокойся. Все в порядке. Все в порядке. Вот как мы поступим. Ты оденешь ее светлость к обеду. А пока они будут есть, заберем эту брошь и попытаемся открыть шкатулку. Ты сможешь подкинуть брошь, когда понесешь шкатулку в сейф. Она может удивиться, что я вообще брала шкатулку из сейфа, потому что обычно я приношу лишь то, что она планирует надеть. Тогда иди в хранилище прямо сейчас и попытайся сразу подбросить брошь. Она ничего не заметит. Идем. Не помешаю? Нет. Двое из моих клиентов закончили сегодня ужин рано. А двое моих остались без ужина. Не хотелось бы отправлять их спать голодными. Я найду тебя через минуту. Они все пошли в ресторан Гатти? Да, кроме Раштанов. Что очень не понравилось миссис Раштан. Одному богу известно, чем это укнется мистеру Вайднеру. Зачем платить деньги, если в первом классе кормят бесплатно? Мне нечего тебе ответить. А почему твои не пришли на ужин? Не знаю. Наверное, выполняют какие-нибудь поручения хозяев. Продолжай о том, о чем начал говорить. А о чем я говорил? О том, о чем ты мечтаешь. А как насчет твоих мечтаний? У меня их нет. Они не такие, как у тебя. Обычно я жду, что случится. И потом стараюсь использовать ситуацию с пользой для себя. А я верю, что можно повлиять на ход событий. Я тоже. Если у тебя появляется такая возможность. Тогда... Выходи за меня замуж. Может, сначала уберешь со стола? Я серьезно. Нет. Это правда. Я знаю, что мы подходим друг к другу. Во всяком случае, ты мне. Мистер Сандрини, мы уже только что познакомились. Какая разница? В Италии, может, это сочтут нормально, но я из Лондона. Мы менее импульсивны в своих поступках. И ты не воспользуешься шансом? Может, сначала узнаем друг друга получше, как нормальные люди? Нет, потому что если мы расстанемся в Нью-Йорке, а ты вернешься в Англию, мы больше уже не встретимся. Господи, ну почему у вас все так драматично? Воспользуйся моим предложением и никогда об этом не пожалеешь. Обещаю. Мне надо возвращаться. Воспользуйся. Продолжение следует... У вашего мужа есть работа в Америке? Нет, но он найдет. Джимми всегда находил что-то. Вы говорите с большей надеждой, чем он. Вы не правы. Может, он и кажется мрачным, но думает он всегда только о хорошем. А вот у меня не всегда так получается. Значит, он пессимистичный оптимист, а вы оптимистичный пессимист. Может быть. Вам виднее. А вы? Мне просто хочется убраться подальше от Европы. Так, без особых планов. Разве в Европе так плохо? Для меня да. Но мое терпение кончилось. Она меня разозлила, а я больше не хочу злиться. А мне иногда хочется разозлиться чуть больше. Какая-то часть меня завидует в вашей борьбе. Пусть кровавые, с фатальными последствиями. Я не говорю, что я не была счастлива. Напротив. Просто я никогда не рисковала ради того, во что верю. Может, прямо сейчас вам грозит такая опасность. Может быть. Может быть. А мне казалось, вы меня ненавидите. Неправда. Вы с самого начала понимали, что я испытываю к вам. Джим! Джим! Господи, прекрати это! Ты не собираешься защищаться? Нет. Трус! Он тебя обидел? Конечно, нет. Почему конечно? Он напился и всего лишь полез целоваться. Это же ты купил билеты в третий класс. Чего же ты ожидал? В чем дело? Почему остановился двигатель? Что это? Похоже на выброс пары. Джим! Что это? Что это? Джим! Останься. Я посмотрю. Все хорошо. Спите дальше. Все хорошо. Спите. Все хорошо. Как можно скорее. Надо остудить котлы до того, как они взорвутся. Уходите. Скорее. Сандрини, беги отсюда. Быстрее, пока не закрылись заслонки. Беги. Уходите. Билли, боюсь нам не выбраться из этой передряги. Не будем терять времени. Идем. Что мне делать, сэр? Соберите как можно больше женщин и детей с второго класса на палубе. Только пусть непременно наденут спасательные жилеты. Сэр, мы утонем? Похоже на то. Хорошо, сэр. И сама не забудь надеть. Просто наденьте на себя. Кто может сам? Энни! Они не надевают их. Мне нужно надеть украшения. Ваши драгоценности пропали. Наденьте жилеты, поднимайтесь на палубу. Нет, мне нужны драгоценности. Бесполезно. Идемте к лодкам. Надевайте жилеты и поднимайтесь к шлюпкам. Поднимайтесь на палубу второго класса. Надевайте жилеты и поднимайтесь к шлюпкам. Мадам, наденьте спасательный жилет. Сэр, наденьте жилет. Нам можно подняться. Энни, пока еще не время. А когда можно будет, я не смогу держать их долго. Не волнуйтесь, никакой опасности нет. Вы уверены? Это же Титаник, он надежнее суши. А дети, выпустите хотя бы их. Может, действительно, чтобы их матери пустились за ними? О детях позаботиться, не беспокойтесь. За нами приплывет корабль и спасет нас. Нужно только его дождаться. Видел что-нибудь? Немного. Спускают шлюпки. Говорят, это не опасно. Это ложь. Успокойтесь, назад, пожалуйста. Мы можем их отвлечь. Это правда, правильно? Прошу вас, дамы, смотрите под ноги. Возьмите меня за руку. Мадам. Ну, давай же, Франкотели, садись. Это выглядит очень ненадежно, мэм. Не говори глупостей, эта лодка не тонет, а та идет ко дну. У нас мало времени. Женщин должно быть больше. Женщин больше нет. Пусть садятся мужчины. Космо. Мистер Лайтоллер ясно приказал, только женщины и дети. А если их здесь нет? Если это все, то я тоже сяду. Давайте, ребята. Если они садятся, чем бы хуже? Подождите. Кто-то должен грести. В таком случае, спускайте нас. Нельзя спускать пустую шлюпку. Там еще много места. Офицер, дайте приказ спустить шлюпку. Тогда возьмите ее. Я не могу покинуть корабль. Не сейчас. Ну что ж, мы пытались. Спускайте лодку. Шлюпку на воду. Шлюпку на воду. Осторожно. Что происходит? Кто они? Официанты из ресторана Гатти. Это именно то, чего я опасался. Мы не можем выпустить их. А что нам остается? Надо что-то придумать. Тихо! Я не допущу бунта на корабле с криками и визгами, которые расстраивают дам. Эту лодку спустили. Идите на другую сторону. Иначе и ее упустите. Она наполовину пустая. Остановитесь! Что мы можем поделать? Мы не можем ее поднять. Опускайте! Хватит! Назад! Назад! Пропустите мою жену и детей! Назад! Что это? Назад! Назад! Я кому сказал? Мэри! Беги! Быстрее! Быстрее! Мэри! Джон! Сюда! Сюда! Другой выход есть? За мной! Куда мы выйдем? Я знаю, кто ты! Я понял! Какая теперь разница? Я был во время осады на Сидней стрит. Там раздавали листовки со снимками преступников. Ты Питер Питков? Питер Художник? Ты спятил? Нет, нет. Я догадался, едва мы вышли из Саутгемптона. Питер Убийца, убийца полицейских. Сколько ты уже пришел? Четырех? Пятерых? Или ползюжины? Корабль тонет, а другом надо волноваться. О, нет. Не думай, что так легко от меня отделаешься, потому что я теперь тебя не выпущу. Мне жаль это слышать, не сомневаюсь. Я не могу найти своего сыночка. Он где-то снял, они в безопасности, но я не могу найти их. Где он может быть? Я пойду с ним. Надо продолжать искать. Идем, быстрее. Надеюсь, вы его найдете. Идем. Идет офицер. Простите, соблюдайте порядок. Что с итальянцами? Под надежным замком. А иначе нельзя было? Иначе никак. Не забудьте открыть их. Зачем вы держите всех внизу? Политика компании. Проходите. Здесь женщины и дети. Их выпустят. Когда придет время. Имейте сочувствие. Дайте им возможность спастись. Проваливай. Он прав. Какое право вы имеете держать нас здесь? Выпустите нас. За мной. Не теряйте контроль. Мы попробуем пройти. Почему я должен идти за тобой? Времени нет. Нужно попытаться спасти ее и детей. А потом будем выяснять отношения. Если ты обещаешь... Да. Не ждите, пока вас выпустят. Не теряйте времени. Не ждите. Бегите. Спасайтесь. Соблюдайте порядок. Прошу вас. Соблюдайте порядок. Помогите. Помогите. Соблюдайте порядок. Соблюдайте порядок. Соблюдайте порядок. Соблюдайте порядок. Соблюдайте порядок. Они не могут сажать третий класс. Из первого еще не всех эвакуировали. Мама, какая теперь уже разница. Пропустите моих детей. Папа, помоги. Сажай детей в лодку. Давайте руку. Убери от нее свои руки. Нет, он помогает. Помогает нам. Спасайте свою семью. Забирайтесь, детки. Скорее, в лодку. Назад. Пустите детей. Пропустите их. Пропустите. Мест нет. Мы уже спускаем лодку. Вы не посмеете. Посадите их. Быстрее, детки. Забирайтесь. Вот так. Они поместятся. Харт. Харт. Примите командование. Есть, сэр. Давайте. Назад. Дайте поговорить с женой. Тереза, я не поеду без своего ребенка. Спасай остальных. Я найду ее. Тереза. Я знал, что так и будет. Знал. Они не могли все уплыть. Где мы теперь найдем лодку? Шлюпки ушли. Но на другом конце пытаются собрать надувные. Одна почти полная. Вторую только собирают. Она будет последней. Бежим. Миссис Эллисон. Идемте с нами. На другом конце есть еще лодка. Мы обязательно придем туда, как только найдем моего мальчика. Давайте этого мне. Позвольте. Позвольте вам помочь. Не волнуйтесь. Мы придем. Там не будут ждать вечно. Не идем. Дети, вперед. Дети, вперед. Пропустите их. Вы следующие. Леди Мэнтон. Я не поеду. Садитесь. Вы нужны женщинам. Слышала? Садись. Не усложняй мое положение. Нет времени. Быстрее. Я ни разу тебя не поцеловал. Поцелуешь в Нью-Йорке. Я умею грести. Пустите меня к веслам. Мариус Андрини выбрался? Вы его не видели? Он выбрался из бойлерной. Но его вместе с другими итальянцами заперли в трюме. Что? Лодку спускают на воду. Она полная? Мы опоздали. Где заперли итальянцев? Куда их спрятали? Хочешь к ним присоединиться? Где они? Где они? За углом. Последняя дверь в конце коридора. Но тебе им не помочь. Дверь заперта. Ее никто и не подумает открыть. Слышишь? Марио! Марио, где ты? Марио! Как это открыть? Марио! Марио! Как открыть эту дверь? Она заперта на ключ. Ее не открыть, Пауло. Пойди, зайдем. Помогите! Помогите! Марио! Марио! Помогите! Марио! Марио! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok